В настоящее время в мире более 500 тысяч человек проходят заместительную терапию. С недавнего времени такой вид лечения можно получить и в городе над Бугом. В мае на базе Брестского наркологического диспансера был открыт кабинет, где осуществляют медицинскую помощь с применением метадона. Данный препарат – наиболее эффективный способ искоренения такой серьезной болезни, как наркомания. Преимущество его в том, что наркозависимый, принимающий установленную дозу лекарства, по своему состоянию мало отличается от других людей. Он способен вести обычный для большинства образ жизни, работать, учиться, иметь семью. На базе Брестского областного наркологического диспансера открыт кабинет заместительной терапии метадона для лиц с наркотической опиоидной зависимостью. Для участия в программе заместительной терапии пациент должен обратиться по адресу нахождения Брестского областного наркологического диспансера в приемное отделение, либо ко мне, то есть к врачу кабинета заместительной терапии. Но для этого существует определенный критерий отбора пациентов, которые являются с наркотической зависимостью. Это одно из главных правил. У человека должен быть установлен диагноз синдрома зависимости от опиоидов. Он должен употреблять только опиоиды внутривенным путем, только внутривенным путем. Стаж употребления опиоидов у пациента с наркотической зависимостью должен быть не менее двух лет. Ранее основой лечения было полное воздержание от наркотиков. Медицинская практика показала, что эта цель для многих наркозависимых является труднодостижимой. Именно для этого и был предложен компромисс. Использование синтетического метадона имеет целый ряд положительных сторон. Во-первых, это длительное действие. Во-вторых, средство не вызывает резких изменений психического состояния. В-третьих, оно является чистым препаратом, который мало токсичен для внутренних органов даже при многолетнем приеме. Человек, который зависим от опиоидов, ему предлагается начать жизнь, шаг в новую жизнь, можно так сказать, сделать. Ему не надо с утра искать деньги на новую дозировку. Он может быть спокойно, чувствуя себя как обычный человек. При приеме легальных наркотического вещества, как метадон, человек находится в психотезиологическом комфорте. То есть он, как обычно, может работать, ходить с друзьями куда-либо, улучшить взаимоотношения в семье. Зависимым пациентам, нашим клиентам, нужна очень психологическая помощь и поддержка. Так как ближайшее окружение, как правило, в основном не знает об их проблеме. И вот здесь, именно в этом кабинете, они раскрываются полностью. Они рассказывают о своих проблемах, делятся о наболевшем, потому что именно в основном у них друзья-наркоманы. И вот этих друзей-наркоманов на данный момент, вот сейчас, они исключили из своего круга общения. То есть их основной круг общения, вот сейчас, это психолог, медсестра, врач. Употребление наркотиков может привести к необратимым изменениям в организме. Они страшнейший яд, отравляющий каждую клетку человека. В большей степени при заболевании страдает нервная система, снижается интеллект, моторные функции и даже иногда развивается шизофрения. Непоправимый удар наносится и иммунитету, но шанс на выздоровление у наркоманов есть. Здесь главное желание у самого, если возникнет туда, а так никто не притащит сюда, даже если родители приведут. Человек не готов, это бесполезно. Меня очень поддерживает мой муж. Без его поддержки я, наверное, что-то с собой сделала уже давно. Пробовала наркотик, опиум я в крайнем возрасте, в 14 лет. На сегодняшний день мне 34, уже через несколько дней будет 35, и я как бы никак не могла от этого избавиться. То есть мозг и вообще каждая, наверное, частица моего тела была поражена. Я говорю честно, искренне и откровенно, до вчерашнего дня моя жизнь была не жизнью. Вчера я попробовала метадон, то есть метадоновый сироп. И за вчерашний день, возможно, это в короткие сроки, но я на самом деле поняла, что все можно изменить. Большому сожалению до сих пор наука только в процессе поиска путей спасения от болезней. Сегодня можно убрать лишь основные симптомы наркомании с помощью детоксикации. При этом желание наркомана избавиться от своего недуга – это одно из самых важных составляющих выздоровления. Главная цель – постепенное снижение дозы вещества. На этом этапе и используют такие замещающие препараты, как метадон. Появление в Бресте специального кабинета данной терапии – надежда на то, что в нашей области станет меньше людей, страдающих наркотической зависимостью.